Субтитры делал DimaTorzok Хорошо, если Песков на этой всей ситуации не заработает прозвище «стаканчик», потому что страсть, с которой он объяснял, что в любой цивилизованной стране в ответ на бросание стаканчика в ОМОНовце или в полицейского, тот немедленно бы открыл огонь в лоб. В общем-то, у нас есть что сказать, потому что несчастная страна, она же прощает власти и не такие стаканчики. И власть в народную морду регулярно швыряет стаканчики гораздо более увесистые, то пенсионную реформу, то какой-нибудь стакс у Рогозин. Причем ничего, да? Она швыряет метко безнадегу, изоляцию, нерасселенные бараки, ядовитые импортозаместители и разворовку страны. Я уж не говорю о всяких мелочах типа Петрова-Башева. Почему стаканчик на самом деле в конечном итоге превратится в пулей? Нужно быть с этим осторожным. Бросил там какой-то пластиковый стаканчик представителя органов власти. Бросил – ничего. Потом пластиковую бутылку – опять ничего. Потом уже бросят и стеклянную бутылку, а потом и камень. А потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого. Все имеют право высказывать свою точку зрения и выражать свою позицию всеми возможными, доступными, но законными средствами. Вот в чем все дело. Вот в этом все дело. Сказочный долбоеб. Это власть. И ведь зараза каждый раз попадает, и ничего. А тут в ответ всего один пластиковый стаканчик за пять лет. Вот, возможно, в действиях того московского интеллигента, метнувшего стакан, и была некая бестакность. Ну, после стыренных властью, стыренных властью и ее опричниками триллионов, после дурацких бессмысленных войн, деградации других шубохранилищ. Это, в общем, один паршивый стаканчик этого ответствующего стика. Ну, когда это говорит мама или учительница в качестве риторического приема, это понятно. Но здесь глава государства, который, в общем-то, юрист, он впрямую же говорит в Совете по правам человека о том, что дела полностью сфабрикованы, и это некое такое ритуальное наказание. Потому что вся вот эта вот чушь, которая была им произнесена, а потом пойдут это делать, а потом пойдут полицейских убивать, потом пойдут магазины грабить, жечь, ничего этого не произошло. Бумажный стаканчик был, пластиковая бутылка была, все, стоп. Вы не имеете права никакую экстраполяцию дальше делать, потому что все остальное выдумал. Выдумал, и сейчас говорит, что я вот их просто всех покажу. Нельзя бросать пластмассовый стаканчик в представителя, в полицию, в разговоре, не важно. Ну, нельзя, это закон. Вот разговоры про какие-то там законы, они абсолютно не впечатляют, потому что у России, в России репутация законов точно такая же, как и у тех, кто эти законы придумывает и создает. У каждого закона, извините, у Химилонова и у Лыбкова Луева. Такие законы воспринимать всерьез очень сложно. Вот Песков действительно напирает на то, что в Амеке за пластиковый стаканчик в лоб полицейского сразу в ответ пуля в лоб. Это абсолютнейшая неправда. То есть, если вы опасный преступник, вас ловят, тогда да. Но на какой бы то ни было демонстрации это абсолютно невозможно. Здесь связи не было, в СИЗО были письма, через всем письмо. Есть социальная система свирепой защиты, которых выглядит, в общем, несколько нелогично, потому что кого защищал тот ОМОНовец, который принял стаканчик? Защищал 40 миллионов очковых сортиров или Ксюшкин катафалк? Что он защищал, мне вот интересно. Пенсионную реформу. Вчера стаканчик бросил ты, а завтра к родине кранты. Вчера стаканчик бросил ты, а завтра к родине кранты. Вчера стаканчик бросил ты, а завтра к родине кранты. Вчера стаканчик бросил ты, а завтра к родине кранты.